Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Ирины Нижалова. Сегодня у нас в гостях руководитель Департамента образования, культуры и спорта Неницкого округа Илья Игоревич Иванкин. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о независимой оценке качества оказания услуг учреждениями культуры и образования Неницкого округа. Для начала расскажите, для чего нужна эта оценка? Ну, во-первых, 21 июля 2014 года был принят федеральный закон по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры и образования. Ну, название там длиннее, но в общем суть я передал. Независимая оценка качества оказания услуг проводится для того, чтобы мы имели представление, а как наше население относится к нашим учреждениям, которые оказывают услуги по образованию, по воспитанию, по культуре, как оно вообще реагирует, как оно относится и считает ли это услуги качественными или некачественными. Поэтому сейчас все субъекты проводят эту работу, тем более, что есть поручение губернатора от один... ой, прошу прощения, поручение президента от 11 января этого года. И мы должны все учреждения образования и культуры Ненецкого округа подвергнуть независимой оценке качества уже в этом году. Ну, у нас в округе эта практика не первый год, да? До этого уже тоже проводились... Да, после выхода федерального закона, он вышел в 2014 году, были предприняты работы в данном направлении. И, насколько мне известно, уже в 2015 году было подвергнуто независимой оценке качества оказания услуг 6 учреждений. Это 4 учреждения культуры и 2 учреждения образования. И в 2016 году эта работа была продолжена. У нас было в данном случае 11 учреждений подвергнуты независимой оценке качества. Это 9 учреждений образования и 2 учреждения культуры. В целом, если говорить об оценках, то большинство учреждений получили оценку хорошо. В частности, если брать образовательное учреждение, то здесь первое место занял детский сад «Гнездышко». Ну а из двух учреждений культуры победил СКЦ «Престиж». Да. Но опять же, здесь речь не о победе, я просто привёл цифры. Ещё раз повторяю, что независимая оценка делается нам в помощь, для того, чтобы мы знали, где у нас плохо, к чему стремиться, для того, чтобы население округа получало более качественные услуги в области культуры и образования. А вот эту независимую оценку проводят кто? Социологи? Независимую оценку проводят специализированные организации. Это осуществляется на конкурсной основе, то есть определённая сумма выделяется в бюджете, объявляется конкурс, конкурсные процедуры, согласно федерального законодательства. И та фирма, которая выигрывает, проводит независимую оценку качества услуг. А кто вот в этих опросах участвует? То есть это потребители непосредственно или вообще все желающие? Ну, они действуют по своим методикам, потому что понятно, что всё население округа опросить невозможно, но есть такое понятие в математической статистике, это репрезентативность выборки. То есть определяется определённая выборка из населения с разными возрастами, с разным социальным статусом, с разными профессиями. Производится их опрос. Опросы могут производиться в разной форме. Это может быть анкетирование, это может быть опрос по телефону, это может организовать опрос в социальных сетях и так далее. Ну и кроме этого, при независимой оценке качества оказания услуг анализируются все возможные доступные источники. Это сайты учреждений, которые обязательно должны быть. Это федеральные порталы, где размещается информация об учреждениях, в частности, портал Министерства финансов. Это любые другие доступные источники, на основании которых можно сделать выводы о качестве оказания услуг. То есть, получается, эти эксперты, например, заходят на сайт какого-то учреждения культуры, например, поселкового, да, и смотрят по заполняемости? Обязательно. И уже сами ставят... Во-первых, они смотрят сайт, как представлена информация на сайте, насколько полно она отражает то, чем занимается учреждение, насколько актуальная там информация, как часто она обновляется. Затем они смотрят вопросы финансирования этих учреждений. Если речь идет об образовательной организации, то смотрится, какие меры соцподдержки используются, да, какие кружки имеются, какие места занимают учащиеся, допустим, школ в олимпиадах, в различных конкурсах. То есть, это достаточно масштабная, комплексная работа. То есть, в департамент образования они тоже делают какие-то запросы, да, вот, чтобы узнать, например, по финансированию, по экономическому... Ну, вся информация, она открыта, потому что закон о бюджете, он опубликован, есть федеральный портал, сайт департамента, где всю эту информацию можно подчеркнуть, поэтому здесь проблем нет. И если это фирма, которая выиграет конкурс, а конкурс будет объявлять департамент региональной политики, как это было в прошлом году, то мы им предоставим любую информацию, которую они запросят. То есть, в этом году конкурс еще не объявлен, да? Конкурс будет объявлен, потому что техническое задание подготовлено. Ориентировочное время начала работы – это 20 сентября. С 20 сентября по 20 октября будет проведена вот эта комплексная оценка. Ну и, соответственно, выводы и рекомендации мы получим уже ближе к декабрю этого года. В этом году, напомню, что мы должны подвергнуть независимой оценке качества, согласно поручению президента, 69 учреждений. Это 17 учреждений культуры и 52 образовательные организации. То есть, это все учреждения, которые у нас есть? Все учреждения, которые относятся к нашему департаменту в области образования и культуры. Илья Игоревич, расскажите, как происходит информирование? Информирование, например, сельских наших представителей, домов культуры, о том, что будет такая независимая оценка. Как-то их подготовить к этому процессу? В этом году, как только мы получили поручение президента, по образовательным организациям сразу же была организована видеоконференция «Связь», где руководители образовательных организаций округа были поставлены в известность. Мы им объяснили, что эта оценка делается не для того, чтобы кого-то наказать и так далее, а для того, чтобы нам определить правильные векторы работы по улучшению качества услуг по каждой образовательной организации. Что касается культуры, то в эти дни у нас проходит семинар-совещание руководителей учреждений культуры Ненецкого автономного округа, и на этом семинаре-совещании эти вопросы также освещаются. А есть какие-то беспокойства представителей этих учреждений культуры образования по поводу вот этой вот? Ну, естественно, есть. Любой человек, когда он проходит какой-то экзамен, он немножко волнуется. Беспокойства нет, волнение легкое есть. Ведь, ну, на мой взгляд, это нормально. Любой человек, когда его оценивают, тем более независимые эксперты, которые его не знают, не знают этого учреждения, и, как говорится, всю правду матку они выложат. Поэтому легкое волнение есть. Но еще раз повторяю, никого за это мы наказывать не собираемся. Мы должны вместе потом собраться и устранить те недостатки, которые вскроют эта независимая оценка качества. По итогам прошлых лет тоже уже проводилась работа над ошибками, скажем так? Ну, конечно, любой анализ, он делается для того, допустим, у каких-то учреждений сайт был плохо представлен, у учреждений культуры, например, не было информации о том, какие текущие мероприятия будут. Конечно, работа над ошибками сделана и будет продолжаться, потому что нет предела совершенства. Давайте еще остановимся на критериях, тех показателях, по которым проводится оценка. Помимо открытости и доступности, на что еще будут обращать внимание? Критерии, они определены в нормативных актах, их достаточно много. Вот я сейчас возьму страничку. Всего у нас НКО проводится на основании закона и прочих нормативных правовых актов, их 10. В этих правовых актах все написано конкретно, как проверять, что проверять, какие критерии используются для оценки. Но что касается основных, то для посетителей учреждений культуры, они смотрят, это устраивает ли график работы посетителей, устраивает транспортная доступность, устраивает информирование о новых предприятиях, мероприятиях, выставках, процедурах покупки билетов, разнообразие творческих групп, клубов по интересам, ну и так далее. Если речь идет об образовательной организации, то школа или детский сад, а там в качестве оценщиков услуг выступают родители и обучающиеся. Здесь учитывается материально-техническое оснащение учреждений, информационное обеспечение, уровень медицинского сопровождения обучающихся, наличие дополнительных образовательных программ, возможность развития творческих способностей к детей и так далее и тому подобное. Вот эти все критерии, они прописаны в 10 нормативных актах, это законы и приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. А есть какая-то информация, вот охотно люди вообще соглашаются принимать участие в таких опросниках, это, наверное, большие такие листы, мелким шрифтом, не жалуются? Я, честно говоря, таких вопросов не задавал, но если, допустим, мне бы предложили оценить работу школы, в которой учится мой ребенок, или детский сад, куда ходит моя дочь, то я с удовольствием принял участие в этом анкетировании. Потому что в конечном итоге это все делается для жителей округа, чтобы мы выявили те сложные места, какие у нас есть, что не нравятся нашему населению и каким-то образом сделали работу над ошибками и исправили. А вот наши учреждения культуры и образования, они как-то между собой вот в этом вопросе сотрудничают, дают какие-то рекомендации, как там заполнить сайт или какие-то проблемные вопросы решают? Ну, конечно, они общаются, и вот для чего мы проводим окруженные семинары? Не только для того, чтобы чиновники департамента, представители назорных органов выступили, рассказали про все новшества финансирования в образовании, они еще общаются между собой. Ну, а вопрос взаимодействия, например, учреждений культуры и образования, расположенных в одном населенном пункте, зачастую там практически нет никакого взаимодействия. Я вчера поднимал на коллегии департамента по вопросам культуры, эту проблему мы тоже будем решать. Потому что в конечном итоге все учреждения социальной сферы, расположенные на территории одного населенного пункта, должны очень тесно взаимодействовать, что в конечном итоге повысит качество оказываемых услуг для населения округа. Ну, на селе, наверное, это делать и проще, они там на небольшой территории, так сказать, бок о бок между собой. Ну, все равно есть проблемы со взаимодействием, но все-таки, если есть проблемы, будем ее решать. Где-то их нет, где-то есть, где-то они маленькие, где-то побольше. А вот еще хотелось бы узнать, вот результаты вот этой независимой оценки, как они будут доводиться до тех людей, которые принимали участие в тех же опросах? Ну, во-первых, вся информация будет и все отчеты будут размещены и на сайте департамента. Это будет освещаться в прессе, приглашайте, я вам расскажу по результатам оценок. Эти вопросы будут рассматриваться на окружных совещаниях руководителей образовательных организаций, учреждений культуры. Ну и просто, если население захочет какие-то получить вопросы-ответы, они могут писать и в социальных сетях, и обращаться на сайт департамента образования. Мы ответим на любые вопросы. То есть и по результатам департамент тоже будет как-то разбирать эти вопросы? Конечно, мы будем проводить работу над ошибками, но опять же, население само будет активно вовлечено в процесс проведения этой независимой экспертизы. Ну и, соответственно, о результатах мы тоже будем активно рассказывать и в средствах массовой информации, и в социальных сетях. То есть, получается, в этом году пока еще учреждения, ни одно из учреждений не проходит, да? То есть это начнется уже ближе к концу года? Это начнется осенью, планируем в сентябре и завершится к концу года. Все идет в планном порядке. Но в целом, вот прошлогодними результатами вы остались удовлетворены? Ну я ведь не хочу сказать, что у нас так все плохо. У нас очень хорошее учреждение образования, у нас очень хорошее учреждение культуры. Но вы поймите, что предела совершенства нет. И если население чем-то недовольно, оно задает вопрос, и мы должны на это реагировать и исправлять те ошибки, которые существуют. Но у нас вот в этой независимой оценке качества предоставляемых услуг участвует не только департамент образования, наши учреждения культуры, образования, но и здравоохранение, социальная защита. То есть только большая сфера. Да, да, да. Вся социальная сфера. Я просто говорю за свой департамент именно про образовательные организации и про учреждения культуры. А вот практику других регионов в этой теме как-то изучали вы? А что там изучали? Ну как вообще в других регионах тоже проводится? Тоже точно так же. Вся схема, она универсальная по всей стране. Я же вам сказал, что принято 10 нормативных актов, это законы и приказы, и независимая оценка, она по всей стране проводится одинаково, по одинаковым критериям. Будет очень интересно сравнивать даже учреждения, работу учреждений из других регионов. Хотя это не всегда корректное сравнение, потому что работа учреждения культуры, допустим, в Ненецком автономном округе, она отличается очень сильно от работы учреждения культуры где-нибудь в ЭДГе или в другом субъекте Российской Федерации. Ну да, даже по тому же оформлению сайта, да, по тем же техническим возможностям. Да, и здесь надо учитывать и специфику региона, климат, ну и так далее. То есть тут инфраструктуру. Потому что где-то области маленькие, там 60 километров занимает, она вся в дорогах и так далее. И там можно в любой дом культуры ездить из другого населенного пункта. У нас же это не всегда представляется возможным. Может быть, у вас есть что-то добавить по этой теме, по оказанию? Ну, я думаю, что все-таки мы выполним все бюрократические процедуры. Это подготовка конкурса. У нас выиграет достойный партнер, который проведет независимую оценку. На основании ее мы будем иметь четкий план дальнейшей работы. В конечном итоге, чтобы население Ненецкого округа было довольным к качествам оказываемых услуг. Поскольку у нас есть еще немного времени, может быть, мы немножко остановимся на вот этом семинаре, который проходит у нас в окружной столице? На семинаре работников культуры, ну я скажу, что он ежегодный. Проводится раз в году, конечно. Но на мой взгляд, это маловато. Дело в том, что мы живем в очень интенсивно изменяющемся мире. И, конечно, надо почаще встречаться. Но благодаря развитию средств связи все-таки мы имеем возможность проведить конференции в видеоконференц-связь, используя. Ну, традиционный семинар. Рассматриваются актуальные вопросы, которые волнуют образовательные учреждения культуры нашего округа. Это изменения в законодательстве, это финансирование, это работа надзорных органов, это вопросы, связанные с трудоустройством детей в летнее время. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, чтобы дети, которые у нас находятся в наших населенных пунктах, могли где-то работать летом, если они хотят. Поэтому это и мастер-классы различные, это и обмен опытом, это и свободный микрофон, это и вопрос-ответ, это и встреча с каждым. Я, например, буду встречаться, наверное, с каждым директором. Учреждение культуры для того, чтобы выяснить, какие вопросы наиболее тревожить, посмотреть вопросы финансово-хозяйственной деятельности, обсудить. Поэтому у нас очень интенсивно работа происходит, и такие семинары, они очень полезны, дают большой эффект. То есть этот семинар будет продлиться до 7 апреля? Он у нас заканчивается в четверг, но многие останутся еще и в пятницу, может кто-то в субботу, поэтому мы готовы отрабатывать, если кому-то не хватит времени по каким-то причинам, то он у нас обычно и на выходные растягивается. Так по аналогии было с образовательными организациями, мы с ними работали и в субботу, общались с директорами, проводили аттестацию. Схема, в принципе, похожая с учреждениями культуры. А какое у нас самое активное учреждение культуры, которое в семинаре активно высказывают, какие-то предложения? Ну, я бы не хотел называть, так уж выделять. Но есть, наверное, самые активные. Ну, у нас есть. У нас вообще учреждения культуры очень активные. У нас очень активная ДК в Тельвиске. У нас Арктика достаточно активная. Вот, Александр Гурдыка. Да вообще все, они же работники культуры, они же очень эмоциональны, живые. С ними одно удовольствие общаться. А проблемы у них общие? Ну, а какие проблемы у нас в наше время? Проблемы у директоров любого учреждения. Это зарплата сотрудников, это оплата коммунальных услуг, это материально-техническая база, это состояние здания, в котором они находятся. Ну, они традиционны по всей стране. Потому что денег много не бывает, и эти вопросы как раз мы должны решать совместно с ними. То есть выделять им средства для того, чтобы они поддерживали нормальное состояние. Ну, и население, наверное, тоже, особенно в селах, требует каких-то праздников. Безусловно. Ну, вот я обратил внимание, конечно, и у меня такая поговорка родилась в Ненецком округе, что здесь самое большое количество талантливых людей на тысячу жителей. Это действительно так. Вот посмотрите, какие здесь люди талантливые. Поют, рисуют, танцуют, очень много мероприятий проводится, различных концертов. Здесь даже чиновники поют, губернатор выходит на сцену и поет. Глава Заполярного района великолепно поет. Кстати, сегодня 11 лет со дня образования Заполярного района, поэтому поздравляю всех жителей Заполярного района. Поэтому культура в Ненецком округе, она находится на высоте. Поэтому, ну, единственное, что не хватает сейчас, это театра, да, вот в Ненецком округе. Мы вот сейчас начали прорабатывать с Александром Бурдыко, с Сергеем Кулаковым, с писателем комитета по культуре, именно создание народного театра, который раньше был. Ну, по каким-то причинам он... Надо его возрождать. На базе Дворца культуры. Ну, да. И давайте немножко еще остановимся на спортивных учреждениях, на дополнительном образовании. Вот я знаю, что с введением вот этого софинансирования, да, когда 20% от занятий в кружках платят родители, а остальные проценты финансируют округ. Вот я знаю, что есть у нас учреждения такие, ну, да, дополнительного образования, которым такие изменения пошли на пользу. То есть люди, родители стали активно... Да. Отдавать своих детей в спорт, дети активно очень идут. Я понял ваш вопрос. Ну, вы понимаете, когда я стал анализировать данные по дополнительному образованию в округе, мне показалось странным, что занимается детей больше, чем их есть вообще в наличии. Это раз, ну, поэтому мы вот провели такую работу. Теперь, когда родитель платит 20%, ну, напомню, что это не все платят, у нас же есть и бесплатные секции для малоимущих, например, то, соответственно, если ребенок у него не ходит на секцию, за него никто платить не будет. А раньше он мог просто записаться и один раз сходить или вообще даже не приходить. Поэтому у нас некоторые учреждения доп. образования не подтвердили цифры, которые они заявляли. Вот один директор говорил, что у него ходит 300 человек, а по факту оказалось, что всего 100. Но ведь финансирование он получал в предыдущие годы за 300 человек. То есть фактически он, ну, получал неправомерные доходы. А есть учреждения, которые, наоборот, нарастили количество детей. Ну, очень хороший пример – это центр Норд, который расположен по пути в аэропорт. У него рост чуть ли не процентов на 70 детей, которые посещают. Появилась конкуренция между учреждениями доп. образования за детей. Тем самым они будут привлекать в себе лучших педагогов, они будут следить за материальной базой. То есть, опять же, оказывать более качественные услуги в борьбе за детей. Потому что сейчас деньги в образовательные организации идут вслед за ребенком. Чем больше детей, тем больше денег получает образовательная организация, тем выше зарплаты, тем больше возможно съездить в командировки, на соревнования и так далее. Ну, то есть учреждения заинтересованы, да, привлекаются? Это очень хороший стимул, очень хороший. Потому что за каждого ребенка округ-то доплачивает 80%. И чем больше у вас детей, тем вы лучше живете. А не получится так, что вот те учреждения, которые не оправдали, да, вот эти вот цифры, ну, посещаемости детей, ну, что они останутся, ну, как бы не целесообразно их содержать? Нет, закрывать мы никого не собираемся, потому что все равно дети-то есть, я же не говорю, что там ни один человек не пришел. Просто тут будем смотреть, либо присоединять их к более крупным учреждениям доп. образования. Кроме этого, мы сейчас в области доп. образования создаем многофункциональный центр, который есть, да, в других субъектах Российской Федерации. Он будет развивать несколько направлений, будет служить методическим центром для всех остальных образовательных организаций дополнительного образования округа. Он будет находиться в лидере, да? Он будет создаваться на базе лидера, но территориально, ведь вы поймите, сейчас учреждение доп. образования, это не значит, что это одно какое-то здание. Сейчас же есть понятие сетевого взаимодействия, филиальной сети, но базой для создания будет лидер. Мы сейчас разрабатываем такой приоритетный проект, директор очень активно работает над этим. Я думаю, что к концу года у нас уже что-то появится. Ну, потребуются, наверное, дополнительные специалисты? Ну, естественно, если мы будем открывать новые направления, будут появляться и дополнительные специалисты, и будут появляться дополнительные рабочие места, и округ готов вложить деньги в закупку нового оборудования. У нас по проекту до 2020 года мы сейчас насчитали где-то порядка 60 миллионов рублей на укрепление материальной базы этого учреждения. Ну, как вы считаете, у нас вообще в округе достаточно учреждений, культуры, спортивных учреждений, вот именно для нашего количества населения? Ну, понимаете, достаточно-недостаточно сложный вопрос. Если мы будем вовлекать 100% всех детей в занятия спортом, занятия в кружках, то, конечно, нам потребуется дополнительная площадь, и все зависит от охвата. Вот в округе детей не так много, их там порядка 7 тысяч, да, но, вернее, школьников, да, там чуть больше 6 тысяч, но если их занимается 10%, нужно одно количество, а я хочу, чтобы 100% занималось, соответственно, надо больше учреждений. Ну, и губернатор ставит такую задачу, максимальный охват, и, соответственно, будут строиться и новые объекты дополнительного образования. Ну, я думаю, дети-то у нас активные, кто не занимается в учреждениях культуры, тот занимается спортом. А есть и те, и другие, и занимаются и в учреждениях культуры, и занимаются и спортом, и при школах мы будем открывать дополнительные кружки обязательно. А в селах вот эти физкультурно-здоровительные комплексы, Фоки, да, Фоки, там посещаемость сохранилась у детей? Там же тоже платные образования? Нет, там дело в том, что на селе у нас, как правило, у них нет таких зарплат, как, допустим, в городе. Ну, вот, там все-таки больше льготных категорий. Фоки у нас являются филиалами нашего учреждения Ледовый дворец Труд. Вот, сейчас новый Фокс дали в поселке Несть, тоже будем активно его использовать. Поэтому дети там занимаются. Да, видите, задача-то стоит, ведь Фокс зачастую используется днем для проведения уроков физкультуры. Ну, вот, например, как в Нижней Пёше, там у них нет спортзала, но они их занимаются в Фокке, он через дорогу расположен. А вечером там занимаются уже обыкновенные люди, взрослые. Ну, там, да, и взрослые, и дети, и все. Ну, это нормально. Учреждение спорта для чего строится? Для того, чтобы оно было заполнено каждый день, и выходные. И вот, например, Норд, он у нас загружен. Мне когда директор сказал цифры, там пропускная способность, порядка 800 человек в день его посещает. И он работает с 6 утра до 12 ночи. Вот так и должны работать учреждения, доп. образования и спорта. Да, хорошие такие показатели. Спасибо вам большое, что пришли к нам на программу «Актуальное интервью». Надеемся увидеть вас здесь снова. Да, пожалуйста. Если по результатам независимой оценки, мы доложим вам в декабре или в январе о том, как у нас получились, какие результаты. Там уже картина будет более объективная. Мы все учреждения рассмотрим, скажем, где у нас слабые места, а где у нас сильные места. И над чем еще нужно поработать. Спасибо. Напоминаю, это была программа «Актуальное интервью» в студии. Для вас была Ирина Нежалова. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова